Эсра, не уходи. Азан. Прошу. Азан. Пожалуйста. Азан уже слишком поздно, правда. Время ушло. Прошу. Азан, пожалуйста, не надо. Не надо. Не надо. Сеть отелей для нас очень важна. Поэтому ошибок допускать нельзя. Все должно быть просто идеально. Сегодня мы просто обязаны заключить сделку. Понятно? Да. Да. Мы уже проводили презентации, так что справимся, не бойтесь. Симин, ты все проверила? Изображение добавили? Нет, но после собрания сделаю. Ладно, только не забудь мне показать. Хорошо, я пришлю. Ладно, удачи. Что думаешь насчет вот этих? Я отмечу их себе. Вот, смотри. А ведь красиво. Вы чего? Она стажером была, теперь ходит, командует. Дорогуша, ты совсем ничего не видишь? Она за неделю столько сделок заключила. Уверен, она еще выше поднимется. Вот-вот. Согласна. Ну, правда же. Это слишком. Он прав. В общем, ты как всегда. Ой, все. У них недовый месяц был. В Италии же, да? Да, так романтично. Вот бы и меня кто-нибудь в Италию свозил. Смотрите, они идут. Азанбей, как вы? Медовый месяц окончен. Привет всем. Вы, как всегда, на стороже. Как прошел медовый месяц? Все было замечательно. Спасибо. Азанбей, можно сделать фото? Чегла. Послушайте, Азанбей не любит внимания. И мы очень устали. Давайте пообщаемся как-нибудь в другой раз. Хотя бы один снимок. Простите, не сейчас. Всего один Азанбей. Мог бы и разрешить им. Ты же знаешь, я такой не люблю, Чегла. Да, но нельзя себя так вести. Мы ведь молодожены. Чегла, не стоит от меня ничего ожидать. Чинар, ты свободен? Да, а что? Чинар, презентация получилась просто шикарной. Уверена, они останутся под впечатлением. Я и не сомневался. Все пройдет гладко. Эсра, я так рад, что ты пришла. Не хочешь кое-что обсудить? Что именно? Это важная тема для нас обоих. Да, мне уже интересно, говори. Давай поговорим в другом месте. Выпьем кофе на террасе. Там и поговорим. Чинар, что ты задумал? Идем. На террасу? Я знаю, дом довольно маленький для двоих. Но это только на время. Так что не страшно, потерпим. Ну, конечно, потерпим. Я и папе сказала, что мы поживем тут, пока не найдем жилье попросторнее. Он спрашивал насчет другого дома, но мне удалось его убедить, что нам там не нравится. Ладно. Азан, я подумала, может, пообедаем сегодня с друзьями? Они хотели встретиться, поболтать. Чегла, ну хватит уже. Мы же с самого начала обо всем договорились. Да, я знаю, но разве так сложно просто пообедать? Ладно, давай сделаем так. Дай мне пару дней, а дальше будет видно. Ладно. Ладно, я переоденусь и пойду на работу, а ты располагайся. Азан, нет. Пусть лучше пока нас видят вдвоем. Пойдем на работу вместе. Чегла. Азан. Я хочу, чтобы ты сдержал данное мне обещание. Нужно так или иначе играть свою роль. Я всегда держу свои обещания. Пойду собираться. Ну вот, раз мы пришли на террасу, можешь говорить. Я слушаю. Да. Эсра, поедешь со мной в Анталью? От нас давно требуют запустить там приложение. И что? Я провел ряд переговоров, чтобы ускорить процесс. И скоро уже запуск. А бизнесом же руководить кто-то должен. Инвесторы предложили мне. И я сказал, что если координатор проекта согласится, то я за. Что думаешь? Чинар, даже не знаю, что сказать. Для меня это слишком. Ты же говоришь о поездке в другой город. Я аж растерялась. Да, ты права, что это слишком. Но будет весело, уж поверь мне. Ну, что скажешь? Поедем только мы. Ты говоришь так, будто это плохо. Нет, Чинар, ты какую-то чепуху несешь. С чего мне считать это чем-то плохим? Но мне нужно подумать. Пойми, у меня тут семья. Тут мой дом, тут моя жизнь, мои друзья. Ты же не на выходные меня приглашаешь? Да. Но спасибо, что настолько мне доверяешь. Приятно слышать от тебя такое предложение. Я, если честно, сейчас в замешательстве. И это абсолютно нормально. Я тебя понимаю, ты права. Но подумай, это же и для компании плюс. Если все получится, то скоро и за границу выйдем. Ого. А Занбей об этом знает? Решение же напрямую касается компании. Я подумал, что сначала с тобой все решим, а потом уже расскажем ему. Понятно. Тогда можно я немного подумаю? Ну, конечно. Я тебя никуда не тороплю. Но подумай еще, как будет приятно отсюда вырваться. Да? Обещаю, я все обдумаю. Ну, все, важную тему обсудили, можем возвращаться. Да. Хотя, нет, еще кое-что. Ты знала, что в Анталии даже зимой жарко. Чинар. С возвращением. Спасибо. С возвращением. Спасибо. Добрый день. Привет. Мы так скучали. И мы по вам скучали. Добрый день. Чинар. Чагла, наконец-то вы вернулись. А ты не ждал? Я так скучала. Я тоже, я тоже. Ну что, как прошел медовый месяц? Ты не представляешь. Все было так замечательно, прямо как в сказке. А вы тут как? Да, вот, работаем. Сколько раз мы оставались до утра? Ну, мы два раза оставались на ночь и еще несколько раз задерживались. Как видите, мы работаем хорошо. Так что вы не нужны. Можете отдыхать и дальше. А еще вам не нужно приходить на встречу. Эсра отлично подготовилась. Мы справимся. Спасибо. Ну, вы молодцы, ничего не скажешь. Спасибо. Что ж, мне пора возвращаться к работе и еще раз вас поздравляю. Спасибо. Кстати, Эсра, можешь принести файлы для встречи в конференц-зал, если не сложно? Конечно. Чем занимались? Ходили в пиццерию? Ну, конечно, что за вопрос. Я бы тоже сходил. Азану понравилось. Да, Азан? Эсра, ты документы принесла? Вот документы, Чегла Ханым. Удачи. Теперь нужно и работать, и заниматься делами по дому. Столько дел. Я посмотрю документы дома. Спасибо. Пожалуйста, хорошего дня. Эсра, я последовала твоему совету. Зря мы решили остаться в том доме. Поэтому сейчас мы ищем новый дом, в котором построим семью. Торопиться некуда, да и Рим нас утомил. Возможно, придется снова ехать куда-нибудь отдохнуть. Но нам понравилось. Мы узнали друг друга гораздо лучше. Это же Рим как-никак. Его не зря называют городом влюбленных. Я очень рада за вас обоих. Тебе тоже стоит туда съездить. Чинар поработал бы для тебя гидом. Он знает Рим как свои пять пальцев. Может, по работе бы съездили. Вы правы, Чегла Ханым. Хорошего дня. Спасибо. Узнали они друг друга. Бесят. Бесят. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эсраа, Азанбей хочет тебя видеть. А еще он просил материалы для встречи. Азанбей, вот материалы. Я могла и на почту отправить, но да ладно. Будут вопросы, я отвечу. Хорошего дня. Эсра, почему ты не отвечаешь на мои звонки? Я тысячу раз тебе звонил. Азанбей, у вас есть вопросы по работе? Эсра, ты не понимаешь. Выслушай. Азанбей, послушайте. Нам с вами больше не о чем говорить, кроме как о работе. Эсра. Ладно, бей сколько хочешь, но просто выслушай меня. Зачем мне тебя слушать? Не нужно меня трогать. Не нужно брать меня за руку. Не нужно преследовать меня после твоего медового месяца. Ты теперь женат. Так что не смей бросать на меня тень. Эсра, свадьба, это не то, что ты думаешь. Да мне плевать. Азан, сколько ни прячь руку в кармане, кольцо не исчезнет. Хватит. Не приближайся ко мне. Можем начать сразу, если хотите, чтобы не терять время. Хорошо, мы внимательно слушаем. Мы раздали вам материалы с описанием нашего приложения. В частности, там есть список его преимуществ. Например. Занбей? Я не ожидал, что вы придете. Приветствую. Всем добрый вечер. Да, я тоже не ожидал. Рад видеть. Спасибо. Не хотел пропустить такую важную встречу. Надеюсь, не помешал. Наоборот, мы вам рады. Хорошо, что вы пришли. Я наслышана о вас. Рада познакомиться. Неужели? Я тоже. Эс-Раханым, продолжайте. Да, о чем это мы? Главный плюс нашего приложения в том, что оно ориентировано преимущественно на молодежь. Например, элитные отели, с которыми мы сотрудничаем, после интеграции с приложением поблизости, отметили рост числа посетителей в 50%. Признаюсь честно, отказать эс-Раханым невозможно. Она отлично подготовилась и сумела нас убедить. Получается, мы теперь партнеры. Чему мы очень рады. Чему мы очень рады. Тогда мы вас приветствуем в нашей команде. Мы очень рады. Поздравляю. Спасибо. 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 Чинар. Прошу прощения. Мне нужно ответить. Важный звонок. Я на минутку. Извините. Алло, я слушаю. Простите, что звоню, Чинарбей, но это важно. Ваш отец поругался с вашей матерью, и у нее случился нервный срыв. Она даже себе руку порезала. Я предложила отвезти ее в больницу, но она отказалась. Я не хотела расстраивать Чиглуханым. Да-да-да, не звони, Чигле. У нее и так сейчас стресс. Я пока на встрече, но... Неважно. Ладно, я скоро приеду. Хорошо? Все, жди. Я прошу прощения, был важный звонок. Мне нужно уйти. Ничего страшного, если я оставлю вас со Сройханым и Азанбеем. Нет, нет. Мы ведь уже все обсудили. Еще раз прошу прощения. Чинар, ты в порядке? Да, все не так страшно, но я должен идти. И позже поговорим. Хорошо? Я все тебе расскажу. До свидания. Ничего. До свидания. Мы будем рады принять вас в нашем отеле на выходных. Вы согласны? Да-да, конечно. Конечно, согласны. До свидания. Увидимся. Увидимся. До встречи. Были рады познакомиться с такой талантливой девушкой. Я тронута. Приветствуем в команде. До встречи. До свидания. До свидания. Что ты делаешь? Ухожу. Не видно? Эсра, сядь. Поговори. Ты за этим сюда пришел? Да. Я поражаюсь тебе, Азан. Эсра, я тебя отвезу. Не надо. Азан, ты оглох? Пригоните мою машину. Эсра! 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 Эсра, я тебя отвезу, и мы поговорим. Эсра! Эсра! Азан, не надо. Я не хочу. Оставь меня в покое. Между нами с Чеглой ничего нет. Брак ненастоящий. Я дал обещание. Подписал бумаги. Вот и все. О чем ты говоришь? У вас с Чеглой был медовый месяц. И ты радостный приехал с кольцом на пальце. Это все показуха. Только для того, чтобы Чегла была в безопасности. О чем ты говоришь? Что за игра такая? Разве вы с ней не живете вместе? И не спите в одной постели? Не сплю! Эсра, между нами с Чеглой ничего не было. Я всегда любил тебя, и только тебя. В моем сердце нет места для кого-то еще. С чего бы это? Что же изменилось? Ты говорил только о мести и о том, какая я плохая. А теперь стал жалеть, раз я так страдала? Мне не нужны ни твоя любовь, ни твоя жалость, ни твоя страсть. Мне ничего от тебя не надо. Жалость тут ни при чем. Разве ты не видишь? Я люблю тебя, Эсра. Как ты этого не понимаешь? Я... Я хотел быть с тобой, когда тебе было плохо. Но ты будто держала меня в кромешной тьме. И я столько раз хотел найти свет. Я хотел все понять. Но ты оставила меня. И ничего мне не сказала. Я только узнал, почему ты ушла. Поэтому я не мог тебе верить. Да, я опоздал. Да, я последний мужелан. Ладно. Но, пожалуйста, дай мне исправить ошибки. Прошу. Это все, чего я хочу. Азан, чего ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы я только из-за этого бросилась на тебя? Мне стать любовницей женатого мужчины? Серьезно? Подожди. Просто подожди, и я все исправлю. Азан. Все закончилось. Не когда ты женился на Чегле. А когда ты не разобрался и просто сразу сделал ей предложение. Понимаешь? Все кончено. Не кончено. Ничего не кончено, Эсра. Эсра, я знаю, ты все еще меня любишь. И знаю, что ты будешь меня ждать. Ты так думаешь? Да. Что ж, посмотрим. Привет. Доброе утро, Муса. Я думал, что я могу сделать. Так что выбрал быть на твоей стороне. Так как Эсра уезжает сегодня. Здорово, но... Ты правда думал, я буду смотреть, как Эсра уезжает? Что? Но ты все испробовал, чтобы она осталась. Эсра не хочет тебя больше слушать. Я знаю, ты прав. Она не хочет. И что ты собираешься делать? Что? Увидишь. Поешь еще. Я съела все, что могла. Дорогая, я для тебя кое-что испекла. Положу тебя в дорогу, в самолет. Сейчас. Мама, она летит бизнесом. Зачем ей что-то класть? Не волнуйся, мам. С голоду не помру. Пап, прошу, хватит хмуриться. Я знаю, я должен радоваться, но... Да, я радуюсь за тебя, но... Нелегко быть отцом, что поделать. Я очень вас люблю, моя дорогая семья. Я так рада, что вы мои родные. Слушайте, я хочу знать каждую подробность обо всем, что здесь происходит, ладно? Даже ежедневное меню. Не волнуйся, сестра, все, я тебе напишу. Машина подъехала. Иди. Это? Добрый день, Исраханэм. Давайте заберу ваш багаж. Он вон там. Давайте помогу. Вот, дочка, возьми выпечку. Не тяжело ли? Дорогая. Папуля. Позвони, как приземлишься, ладно? Не заставляй долго ждать. Конечно, я вам позвоню. Мама. Слушай, будь очень осторожна, ладно? Очень. Ладно, вы тоже берегите себя. Помогайте друг другу, Зину. Это все твоя ответственность, поняла? Не беспокойся, сестра. Ты давай о себе заботься. Дай мне это. Ты будешь есть выпечку в самолете? Аллах. Слушай, я положил пальто и все остальное в твой человек. Мадан, носи, если будет холодно, ладно? Братишка. Будь осторожна. Ладно. Ладно, я поехала. Эсра, ты взяла те мягонькие носочки? Взяла, взяла. Ладно, позвони нам. Не пей слишком много копии. Но пока. Пока. Ладно. Будь осторожна. Мама, ты правда будешь воду лить? Ладно, все-все. Пойдем. Не переживайте. Я не ожидал, что ты так поднимешься. Был всего лишь стажером, а теперь посмотрите на него. Едет в Анталью. Поздравляю. Я горжусь тобой. Горжусь. Спасибо, пап. Еще погоди, я займусь этой работой в Анталье. Надеюсь. Ладно, хорошей дороги. Увидимся, пап. Увидимся. Где Хасан? Он заболел, Ченарбей. Послали меня вместо него. Ладно, поехали. Нельзя опоздать. Конечно. Что случилось? Почему мы остановились? Зачем вообще сюда поехали? Это не дороговый аэропорт. Я хотел срезать, Ченарбей. Как я мог знать о пробке? Вот это срезали. Замечательно. Поверни вон туда, иначе я пропущу рейс. Что происходит? Двигатель, Ченарбей, иногда с ним бывает такое. Что значит, иногда с ним бывает? Чтоб тебя. Я опоздаю на свой рейс. Алло. Алло, Ченар. Ты где? Я здесь, ты внутри? Не знаю, что сказать, Асра. Даже не близко. Что это значит? Я не понимаю, ты где? Машина сломалась. Мы застряли. А мне что делать? Идти или ждать? Нет, Асра, не жди. Давай, иди. Я догоню так или иначе, ладно? Ну, ладно, я пошла. Будь осторожен. Но приезжай поскорее, поторопись. Идемте. Ну же. Брат, я вызываю такси. Такси. Я так опаздываю. Давай-давай. Ченар, где ты? Ханэм и Фенди, не могли бы вы пристегнуться? Конечно. Могу я узнать, когда самолет взлетает? Мы готовимся к взлету прямо сейчас. Что? Могу я сойти тогда, чтобы мы с моим другом полетели следующим рейсом? Чтобы вам сойти, потребуется много времени. Вы тогда всех подведете. Тогда ладно. Приятного полета. Ну же, Ченар, где ты? Азан? Анталья красива в это время года. Нам будет очень весело. Азан, что ты делаешь? Как ты здесь оказался? Я лечу в Анталью. В смысле, летишь в Анталью? Это место Ченара. Ченар придет. Ченар купил это место. Нет, это мое место. Извините. Прошу прощения. Скажите, могу я пересесть? К сожалению, Ханэм и Фенди, все места заняты. Как? Как это заняты? Ладно. Хочешь выпить до взлета? Азан, помолчи. Не хочу тебя слышать, пока не приземлимся в Анталье. Где Ченар? Надеюсь, прилетит следующим рейсом. Из-за погодных условий на нашей высоте убедительно просим вас вернуться на места и пристегнуться. Не отстегивайтесь, пока табло не погаснет. Что происходит? Какие условия? Что случилось? Не бойся. Ничего не произойдет. Но если хочешь, можешь взять меня за руку. Если хочешь. Я лучше умру, чем возьму тебя за руку. Честно. Ладно. Что? Что уставился? А? Ты это наверняка подстроил. Что ты наделал? Поговорил с пилотом? Нет. Но идея хорошая. Азан, этот самолет приземлится. И что будешь делать тогда? Думаю, мы можем прогуляться немного. Спишь и видишь. Да, в принципе, неплохо, кроме пары проблем. Ладно, наверное, ты занята. Позже поговорим, дочка. Звони. Ладно, мама, позвоню. Давай, береги себя. Передавай привет папе и поцелуй. Эсра, уж такое сиденье по размеру. Дальше не отсядешь. Не надо бояться. Чего мне тебя бояться? Мне что, убегать от тебя? Азан, кем ты себя возомнил? Аллах. Я пытаюсь сесть поудобнее. А еще мне любопытно, что будешь делать, когда Чинар все выяснит? Какой Чинар? Где Чинар? Он сел в самолет. Интересно. Нет, я пойду поговорить с главным врачом. Никто ничего не говорит. Ладно. Привет, Азра. Привет, Чинар. Извини, не мог позвонить. Сначала я пропустил самолет, потом узнал, что маму отвезли в больницу. Я сейчас тут, за ней наблюдают врачи. Что случилось с мамой? Ты как? Что с ней? Моя мать, она выпила, как в последний раз и отключилась. Скорая привезла ее в больницу, теперь я жду прихода врача. Чинар, мне так жаль. Могу я чем-то помочь? Нет, нет, спасибо огромное, Эсра. В общем, как только маме станет лучше, я прилечу в Анталью. Там и поговорим, ладно? Ладно, не беспокойся, я здесь в порядке. И сообщи, если что. Пока. Что случилось? Ну, маму Чинара увезли в больницу. Что-то с ней произошло, не поняла. О, нет, ничего плохого, надеюсь. Не знаю, о ней заботятся. Может, она в коме. Здравствуйте. Азан, ты где? Я тебя ищу с утра, до тебя не дозвониться. У нас мама в больнице. Я тоже тут, жду. Я знаю, Эсра сказала. Эсра сказала? Как? Ты где, Азан? Я в Анталье, Чигла. Не мог доверить столь важную работу Чинару. А почему я не знаю об этом? Мог бы мне сказать. Даже не потрудился мне сообщить, поверить не могу. Чигла, потом поговорим, ладно? Я позвонил, потому что волнуюсь о твоей маме. Что произошло? Алкогольное отравление. Мы ждем. Надеюсь, все будет хорошо. Азан, скоро перезвоню. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Не сможешь сильно расслабиться. Я собрал встречу с командой здесь, до прилета сюда. Тебе надо быть в кафе в два. Азан, бей. Не думаете, что смешно собирать встречу до приезда Чинара? Бред какой-то. Эсра, думаю, ты забыла. Но позволь напомнить, я директор и основатель этой компании. В смысле, я управляющий. И как твой начальник, я прошу тебя быть в кафе в два. Все. Здравствуйте. Азан Карфалы. Посмотри на него. Я переехала в другой город, чтобы не видеть его, а он меня преследует. Хочешь, чтобы я с ума сошла? Но нет, я не сойду. Стараюсь оставаться спокойным. Муса, ну я с ума сойду. Не будет настоящего собрания без Чинара. Ты ему сказал? Но зато знал, как сговориться с ним за моей спиной. Нет, Муса. Иногда надо показать всем, кто здесь босс. Не прикидывайся скромным. Все подумают, что так и есть. Так точно. Бежать некуда. В смысле, даже если уедешь и обоснуешься на другом конце Турции, не скроешься. Даже если уехать на другой конец мира. Аллах. Он думает, я размякну. Но нет, он еще увидит. Не уйду я, Муса. Я не уйду из отеля, не увидев хоть малейшую надежду в глазах Эсры, что она меня простит. Брошу ей вызов. О, брат, сильное заявление. Но убеди Эсру вернуться в Стамбул. Меня тоже устроит. Я тебя даже поздравлю. Слишком долго это не было под ее контролем. Она вернется в Стамбул со мной. Увидишь. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.